Друзья всем привет в прошлой серии остановились вот на этом моменте сделал вторичный вал коробки передач это видео начнем с первичного вала саму токарку не снимал так как можно сказать нет ничего интересного вал уже готов осталось только отрезать вот такой вал получился видно три посадки для шестеренок и прослабление между ними все шестеренки на прессованный на вал с маленьким штифтом исполняющий роль шпонки чтобы избежать проворачивание ну и вот такой первичный вал коробки передач получился так же на краях вала сделаны посадки для подшипников которые можно уже запрессовать в корпусе коробки передач и и и и и сейчас нужно сделать разметку где будет находиться вал паразитной шестеренки задней передачи выточил валик который входит в паразитку спозиционировал в зацеплении все шестеренки задней передачи и сделал кернение на корпусе коробки совместил две стенки коробки передач и сверлю отверстие вала паразитной шестеренки и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Задняя передача включается очень легко, так как дополнительно немного заострил зубья на шестеренках со стороны паразитки. На корпусе коробки разметил места, где будут находиться шпильки, которые будут двигаться вместе с вилочками. Также на фрезер установил две стенки коробки передач, чтобы просверлить все отверстия за одну установку. Субтитры сделал DimaTorzok На листовой стали толщиной 2 мм сделал разметку вилочки первой и второй передачи. Вот такая деталька получилась. Таким же методом будет сделана вилочка включения задней передачи. Вилочки к шпильке припаял высокотемпературным припоем. Вот приблизительно так все будет выглядеть внутри коробки передач. Шпильки с вилочками будут приводиться в движение сервоприводами. И чтобы в крайних положениях вилочки постоянно не давили на муфту, нужно сделать на самих шпильках ограничители. Просто сделай в нужных местах канавки под стопорные шайбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь благодаря стопорным шайбам шпильки двигаются в ограниченных нужных пределах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас на первичный вал будем делать шкив из вот такого шестигранника. Не помню говорил или нет. Сцепление будет организовано на двух плоских шкивах и плоском ремне. Зацепление двигателя с коробкой будет происходить натяжкой самого плоского ремня. Хотелось бы сцепление сделать похоже более-менее на автомобильное, но это нужно было планировать заранее, так как сейчас конструктив двигателя не позволит это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой шкив получился. Фиксироваться на валу будет при помощи гужона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из листовой стали толщиной 2 мм было сделано дно коробки передач и с помощью его же коробка будет крепиться к раме модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в этом месте будет крепиться коробка передач к раме модели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как в самих мостах, к сожалению, нет дифференциалов, решил не заморачиваться и не делать полноценную раздатку. Будет просто один вал, приводимый коробкой передач, от которого пойдут карданные валы на задний и передний мост. Сейчас сделаю корпуса для подшипников, чтобы зафиксировать под рамой, так сказать, вал раздатку. Зажал заготовку со смещением в патроне, чтобы сделать место для подшипника поближе к краю, для того, чтобы потом призернуть противоположную сторону от подшипника и получить плоскость, которая будет прилегать к раме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посадку сделал 0 на 0. Подшипник зайдет с небольшим сопротивлением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зажимаю две детали в тиски и фрезерую поверхность прилегания к раме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сделал отверстие и потай для крепежных болтиков и теперь можно устанавливать подшипники. Выточил вал, установил на него подшипники и можно примерять это все кроме модели. Зафиксировал корпус подшипников в нужном месте на клей момент и намечаю отверстие под нарезание резьбы. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот так вал будет установлен. Теперь можно замерить длину карданного вала и переходить к его изготовлению. Набросал эскизы самого шарнира карданного вала и приступаем к их изготовлению. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одна пара шарнира готова. Осталось сделать еще три пары таких деталей. Ну и вот все детали одного карданного вала готовы. Осталось просверлить пару отверстий и все собрать в одну деталь. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы этот штифт не выпал сделал DimaTorzok К одному шарниру приварил трубку, ко второму приварил стержень. Осталось только совместить эти две детали, вставить штифт и карданный вал готов. Думаю в данном случае понятно зачем нужен именно телескопический карданный вал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok